Всем добрый день, с вами Никита Петров, и несколько дней назад я записал очередную часть видеосерии по славянской защите за черных. И вот в этой самой последней части речь шла о варанте Соколова, а именно о том нововведении, которое в практику ввел Антон Коробов примерно два года назад. То есть о девятом ходе H4. Тех моих зрителей, кого интересует, скажем так, теоретический обзор этого варанта, а также то, как я рекомендую бороться черными против этой схемы, этих зрителей я отсылаю к предыдущему видео. На мой взгляд, объективно, с теоретической точки зрения, черных больших проблем быть не должно, но на самом деле на практике черные результаты пока довольно неубедительны. И четкое уравнение, вот именно за доской, пока никто не показал. Ну а вот текущее видео, оно будет слегка отличаться по формату. Я кратко покажу и кратко разберу одну из своих недавних партий. Как раз таки в этой партии был разыгран именно тот самый варант с девятым ходом H4. Ну давайте перейдем непосредственно к ходам. Правда, прежде чем я это сделаю, я говорю, что на момент партии, то есть примерно полгода назад, мои ощущения касательно всей этой схемы, а также мое мнение насчет того, как лучше всего с ней бороться, они отличались от того, что имеется сейчас. Поэтому не удивляйтесь, что в районе 13-14 хода я уклонился от тех рекомендаций, которые вы можете увидеть и услышать в предыдущем видео. В первую очередь я это сделал, потому что на тот момент никаких этих рекомендаций в принципе не было. Давайте, все-таки я думаю, уже пора переключиться к шахматной части. Я играл черными, и здесь я сыграл первым ходом D5. Опять-таки есть такой нюанс, что в теоретической части я рекомендую черным выставлять славянскую защиту через достаточно нетрадиционный порядок ходов. С кони в 6, C4, C6. Идея этого порядка ходов на самом деле заключается в том, что если вот шахматист, играющий черными в своем дебютном репертуаре имеет волжский гамбит, то с психологической точки зрения шахматисту, играющему белыми, может быть неприятно учитывать, скажем так, возможность возникновения волжского гамбита, поэтому с некоторой вероятностью белые могут здесь сыграть кони в 3, после чего черными играют в D5 и избегают нескольких довольно неприятных для них схем. Подробнее об этом я поговорю в следующих частях вот этой вот теоретической серии роликов по славянской защите. Ну а здесь просто скажу, что я сыграл в D5, потому что мой соперник явно не имел никаких проблем с тем, чтобы противостать волжскому гамбиту. Ну и порядка ходов с первым ходом D5 тоже есть свои плюсы. Так или иначе, довольно быстро здесь мой соперник исполнял дебютные ходы, я в принципе от него не отставал, и примерно в районе хода, как раз в районе хода H4, я понял, что скорее всего ко мне была произведена довольно тщательная дебютная подготовка. Дело в том, что на момент этой партии, в принципе, вариант с ходом H4 уже стал, по крайней мере, в кругах профессиональных шахматистов достаточно известен, и во-вторых, в базе были две партии с моим участием на этот вариант. Первая из них была сыграна в 2015 году, я играл черными против сильного польского гроссмейстера Дариуша Сверча. На тот момент в базе была всего лишь одна партия, в которой белые сыграли H4, это партия Антона Коробова. Разумеется, я не знал о существовании этого варианта, попытался разобраться за доской, потерпел неудачу и довольно быстро проиграл. На самом деле, в разгромном стиле. Ну, разумеется, после этого я обратил достаточно пристальное внимание на этот вариант, но испытывал все равно некие проблемы с тем, чтобы определиться вот с наилучшим возражением. Примерно через год состоялась еще одна партия, в которой мне пришлось противостоять ходу H4. Играл черными против легенды отечественных и мировых шахмат Александра Белявского. Ну и вот сыграл против Александра довольно интересный вариант с ходами Е6, F3, слон Е7. Идея черная здесь в том, что на Е4 у них есть такая вот интересная жертва фигура конь H5. И не могу сказать, что этот вариант проигрывает, но в дальнейшем я нашел некоторые, скажем так, проблемы с аналитической точки зрения, вот связанные с этим возражением, с Е6, слон Е7. Ну и по скорости исполнения ходов моим соперникам я догадался, что меня здесь ждут. Александр Белявский в этой позиции против меня сыграл слон Е3. И после конь G3 я выровнял по дебюту, получил довольно перспективную позицию. Партия в итоге завершилась ничью. Все-таки более серьезное возражение это ЕF. Понятное дело, что без подготовки на взятие этого слона белым крайне трудно решиться, но у меня были все основания полагать, что как раз-таки соперник был готов. Здесь после смол h4 король d2, сильнейший ход за черных конь g3, но вот у белых есть сильное тонкое возражение просто ладья h3. Здесь я довольно долго анализировал эту позицию с компьютером. Видимо, черные не уравнивают. То есть да, позиция выглядит неприятно, для белых у них король на d2. Вроде бы у черных инициатива, но по факту белые в будущем раскручиваются, и скорее всего завладевают некоторым перевесом. Так что, по большому счету, рекомендовать моим зрителям играть вот таким образом за черных я, к сожалению, не могу. В партии против Маута я избрал ход h6. И, в принципе, по-прежнему считаю, что ход h6, это, скорее всего, сильнейшее возражение в ответ на h4. Опять-таки, если вас интересуют какие-либо альтернативные возможности за белых и за черных, я вас всех отсылаю к теоретической части. К тому же ролик там не настолько длинный, всего лишь 40 минут. Ну, а здесь вкратце покажу, как развивалась партия. f3, белые должны захватывать центр, конь d7, e4. Опять-таки, я уже говорил об этом более подробно, но скажу, все-таки повторюсь, что взять огня на e5 по аналогии с фарантом f3 без включения h4, а здесь оно явно невыгодно для черных. По той причине, что белые могут взять на f5 и после конь d7 сыграть h5, после чего у черных нет стандартной идеи освободить своего слона с g7 путем f8 путем g7, g6. Поэтому белые здесь владеют серьезным перересом. В результате черным в ответ на e4 необходимо играть с лh7. Это последовало в партии. Ну, вот здесь белые демонстрируют одну из основных идей фаранта h4, и выполняют лишь дополнительную пару легких фигур на доске. Обратите внимание, что у белых есть некоторый пространственный перерес. На самом деле, достаточно значительный пространственный перерес. Один из законов шахмат, один из законов, по крайней мере, игры в мительшпиле, гласит, что сторона, у которой пространственный перерес, должна избегать размена фигур. Ну, в этом есть своя внутренняя логика. Согласитесь, когда у вас мало полей под контролем, вам довольно трудно найти подходящие стоянки для аж 4-х легких фигур и 3-х тяжелых. Поэтому ход конь d3, он, по крайней мере, концептуально намного сильнее, чем взять она d7. Ну, и объективно, я думаю, тоже этот ход посильнее. Я сыграл e6. Последовало слон e3, слон d6. Ну, и вот здесь у белых опять-таки есть широкий выбор. В теоретическом ролике были рассмотрены ходы ладья аж 3. Вот ладья аж 3 на самом деле новинка, но выглядит достаточно интересно. Слон f2. Ну, разумеется, вот в этот момент подготовка моего соперника далеко не заканчивалась, и он быстро сыграл кунь e2. Думаю, что, насколько я помню, в этот момент у моего оппонента было больше, чем полтора часа на циферблате. То есть, немного больше времени, чем на тот момент, когда партия начиналась. Ну, и вот это один из критических моментов. Сразу скажу, что на данный момент, на 7 сентября 2017 года, я считаю, что у черных здесь нет ни теоретических, ни практических проблем после точного хода кунь c4. Именно кунь c4 я рекомендую в предыдущем видео. Но покажу, что после слона f2 здесь есть у черных весьма красивый тактический трюк. Те из вас, кто не смотрели мой предыдущий ролик, могут поставить видео на паузу и найти опровержение хода слона f2. Разумеется, после отступления слона именно на поле f2, черные могут нести такой вот тактический удар. Конь бьет b2. И получается, что конь отвлекается от защиты пункта b4, а взятие черные выигрывает много материалов. Скажу, что эта позиция у меня встречалась в блиц-партиях в интернете. И все мои соперники, как один, даже сильного мастерского уровня, играли слон f2 и зевали этот удар и проигрывали. Конечно, после кунь c4 намного сильнее ход слон g1. И, на самом деле, мой соперник знал о существовании хода кунь c4, даже во время этой партии, которая была сыграна в марте 2017 года. Но, тем не менее, после 2-0, ферзь b3, кажется, что черный конь должен отступать. На самом деле, здесь есть очень интересная жертва пешки b5. И вот в комментариях этой партии, которые были напечатаны в венгерском шахматном журнале, я здесь сказал, что b5 заслуживает серьезного внимания. У черных есть определенная контр-игра. На самом деле, с тех пор я немного поанализировал эту позицию. На самом деле, даже достаточно много поанализировал эту позицию. Потратил несколько часов, и черных все в порядке. Более того, белым нужно соблюдать аккуратность. А вот после, сразу по окончанию партии, мой соперник, когда мы вместе с ним анализировали этот паритинок, он сказал, что он дома также готовился к ходу f5. И не нашел за белых серьезного перевеса. То есть, идея черная в том, что на e5 у них есть темповой ход кунь d5. Здесь мало-то в домашней лаборатории в основном рассматривал ход e, до переваления движка. Здесь после конь e3, феркс b3, конь d5. Да, белые выигрывают пешку, даже две пешки. После феркса 6, 2-0, мне кажется, что черные получают достойную инициативу. Видите, что в следующем ходе они могут срекать f4. И слон h7 заработает на полную мощность. Меня больше беспокоил ход слон d2. И на настоящий момент тоже он меня беспокоит значительно сильнее, чем e. Компьютер считает, что после слона e7 и g3 у черта все в порядке. Но мне не нравится эта позиция. Да, черный владеет пунктом d5, но вот g3 очень точный ход. И теперь слон h7 остается заморожен. То есть f5 заслуживает внимания, возможно, уравнивает, но по стилю мне не подходит совершенно. И все-таки ход немножко пассивный. То есть он выглядит активно, но по факту позиция черных там получается пассивной. Я сейчас сыграл 2-0. В принципе, это неплохое решение, но повторюсь уже в который раз, что моя текущая рекомендация, как черным бороться против этого варанта, и конкретно вот в этой позиции, это конь c4 с дальнейшим b5. Там позиция получается подинамичнее и объективно получше для черных. После 2-0 белые исполняют одну из главных идей варанта. Они играют в ферзь b3. Но видим, что конь на b6 остается не то, что в ней игрой, но с ним есть некоторые проблемы. Последовало ферзь e7. Ну и вот здесь мой соперник допустил неточность, после которой мне удалось получить полноценную контур-игру. Он сыграл король f2. Это один из типовых ходов в данном варианте. Выглядит ход вполне здорово, вполне надежно, но у белых было более сильное продолжение. А именно конь e на f4. Теперь белые хотят пойти слон e2, потом раз таки король f2. Если удастся безнаказанно это сделать, белые получат серьезный перевес. У них будет больше пространства и расходство в центре. Также конь на b6 в черных расположен неудачно. Обратите внимание, что ходом конь e на f4 белые защитили коня на d3. Мы увидим в дальнейших вариантах, что это очень важное обстоятельство. То есть черные не могут сыграть c5 по той причине, что после массовых разменов подвисает на b6. И e5 они не могут сыграть по той же причине. Мне, чтобы сохранить достойную контр-игру в этой партии, пришлось бы находить ход конь c8. Ход выглядит довольно неказисто. Сделать его, наверное, было бы не так просто, хотя от безысходности можно найти этот ход. Таким образом, холип уходит с уязвимого поля b6. У черных появляется возможность отготовить e5 или c5. На момент, когда я, скажем так, готовил примечание к данной партии, мне казалось, что ход конь c8 уравнивает. Сейчас я не так уверен. Скорее всего, после слона e2 белые все-таки сохраняют минимальный перевес. Так или иначе, это было предпочтительной для белых. Вместо этого у нас играла король f2. Ну, здесь вот началась серия довольно сильных ходов за черных, с помощью которых я получил достойную контр-игру. И вы можете попытаться найти первое из них. Опять-таки, поставив видео на паузу. Срл c5. Оказывается, что, во-первых, король f2 расположен не очень хорошо для противостояния вот этому прорыву c5, потому что он попадает под шахи. Ну, также важно, что бедные не успели брать конец e2, и теперь у них подвисает и конь на d3, и пункт на d3. Ну, здесь, конечно, белые, наверное, могли соскочить с гибельного пути. Я понимаю совершенно, понимаю моего соперника, почему он не стал так делать. Наверное, самым надежным, самым безопасным продолжением было простое dc. Здесь после конца c5 белые могут разменять все фигуры, точнее, по крайней мере, пару коней, сыграть ладя c1. У белых есть некоторые проблемы с завершением. Развитие пешка на h4 расположена не очень удачно, но у черных тоже есть изостатки в позиции. Конь на b6, слон на h7. Скорее всего, шансы здесь примерно равны, но и позиция, обладая довольно сильными ничейными тенденциями, все-таки структура асимметричная, и плюсы и минусы позиции обоих соперников должны друг другу равновесить. Но это был турнир с госмейстерской нормой, и мое турнирное положение на момент этой партии было лучше, чем у моего оппонента. Моему оппоненту, скорее всего, нужна была победа, тем более, поймите еще психологическую ситуацию, он угадал дебют, то есть позиция после 15-го хода у него стояла дома, и, казалось бы, получить на 15-м ходу позицию, которая явно моим соперником серьезно анализировалась, и уже на 16-м, по сути, согласиться на ничью, это не самое легкое решение. Мой соперник сделал ход куньце 5, который, к тому же, видимо, объективно не слабее, таким образом белый играет на победу, но, конечно, с серьезным риском. После куньце 5, еще не поздно было взять на c5, опять-таки получить равную игру, вместо этого подавал ферзь b6. То есть что мы видим? Белые выиграли пешку, черные обязаны давать этот шар на d3, после король g1. Кажется, что дела черных плохи. В белых личная пешка, король на g1 расположен безопасно, кунь на d3, казалось бы, завяз в лагере белых, а также слон на h7, по-прежнему, фигура очень пассивная. Разумеется, когда играл c5, я должен был считать вариант, как минимум, до этой позиции, и если бы я здесь не увидел сильного следующего хода заранее, то и играть c5, и идти на вот эту позицию было бы невозможно. Но вот после король g1 у белых и черных, прошу прощения, есть очень сильно динамическое решение, именно f7, f5. То есть мы видим, что неожиданно слон с h7 становится очень сильной фигурой. Буквально несколько ходов назад это была наиболее проблемная легкая фигура в лагере черных. Теперь она становится наиболее активной. Скорее всего, опять-таки, белые здесь могли более-менее сохранить неплохую позицию, путем конь c3, после f3, сыграть конь e4, видев, что конь на d3 подвисает, но здесь черный могу взять на e4, после конь b4 получить очень достойную компенсацию. Да, у них не хватает пешки, но белых плохой король, ножи один, есть некоторые тактические неприятности, ну и вот, самая главная проблема, что у них слабые черные поля. Понятное дело, что такая перспектива моего оппонента вряд ли прельщала, и он сделал наиболее логичный, напрашивающийся ход e5. Я здесь, скажем так, продолжил демонстрировать свою идею. Сыграл с лун c7, выигрывая темп на ферзе. Конечно, движок утверждает, что слабый 4 также возможно, но ход с лун c7 мне нравится больше, и играть здесь у черных проще. Здесь у белых был последний шанс в этой партии, на самом деле, получить полноправную игру, но это было далеко не очевидно. Во-первых, было далеко не очевидно, что подица белых здесь так плоха после того хода, который был избран моим соперником. А во-вторых, сам способ здесь уравнять был также не очевиден, вы можете попытаться его найти за белых. А вот это неплохое упражнение. И сильнейшим продолжением был ход ферзь b5. То есть, понятное дело, что ферзану надо убирать, казалось бы, не совсем очевидно, в чем разница. То есть, почему надо убирать на b5, а не на b3. И на самом деле, вход ферзь b3 выглядит более логично, потому что с этой клетки ферзь также оказывает вот такой вот неприятный рентген против черного короля. Но по конкретным соображениям ход ферзь b5 был сильнее. Потому что после единственного f4 здесь у белых была возможность не прятать слона, а сыграть конь c3. контратакуя коня на d3. И вот представьте, ну то есть, разница в том, что при ферзиану b3 белых был бы только один бой на этого коня, и ход конь c3 был бы абсолютно невозможен. Здесь же он должен забирать слона, и после ферзи d3, ферзи b4, ферзи d3 получается позиция, в которой на какой-то короткий миг у белых аж две лишние пешки, но, конечно, после ладья d8 у черных очень активные все фигуры. Пешка на d4, видимо, падет, и верно, можно оценить эту позицию как примерно равную. Ну, после более напрашивающегося хода ферзи b3, я сыграл f4, здесь уже приходится решать проблему слона. Ну, мой соперник сыграл слона f2, это, наверное, сильнейший ход, но, конечно, слон d2 выглядит более натурально, и вот здесь мне пришлось опять-таки решать непростую задачу по поддержанию инициативы. Мой соперник отказался от хода слона d2 по причине слона e5, действительно, интересный тактический удар, но все-таки он не совсем проходит. Дело в том, что после dfc5 король h2 ферзи в 2 кажется, что черным как минимум обеспечен вечный шаг по полям h4 f2 и, может быть, они могут рассчитывать на большее. На самом деле у белых есть четкое возражение к f4. Здесь белый получает большой перевес. На ферзах 4 есть ход кня в 6 с лишней фигурой, а на кня в 4 есть очень сильный неожиданный ход слон e1, после чего черный ферз вытесняется с f2, белый сохраняет лишнюю пешку надежное положение короля. Поэтому ответ на слон d2 мне пришлось бы сделать напрячься и сделать сильный ход ферз d8. черный не боятся отдавать пешку на e6 даже с шагом. После этого король прячется на h8, а свапа себе пешка на e6 не особо влияет на оценку позиций. Кроме того, черные получат дополнительные возможности. Они смогут сыграть ладья a6, ладья g6, может быть, слон f5. Так или иначе, у белых была бы крайне незавидная ситуация с такими легкими фигурами, с таким коронем. Ну и вообще эта позиция уже достаточно тяжелая для белых. Вот одна из атакующих идей заменяет ладья a6, ладья b6, привязываясь к пешке b2. Обратите внимание, что конь на e2 не движим. У слона d2 тоже нет какой-либо хорошей клетки, но слон на f1 просто ограничен собственными фигурами. Поэтому ход слона f2 объясним, и объективно он сильнее, чем слон d2. Хотя, конечно, с практической точки зрения можно было бы попробовать сыграть слон d2 в надежде на то, что под ферзь d8 мной на 1 не будет. Ну, здесь я сыграл, на мой взгляд, один из самых интересных ходов в этой партии, который, тем не менее, вполне возможно, что он не сильнейший. Компьютерная идея здесь заключается в ходе ладья c8. Тоже очень интересное решение на самом деле. Мы видим, что белым здесь крайне тяжело раскрутить свои фигуры. То есть, в принципе, на большую часть медленных ходов меня скучал от ладья d1. Он конкретно на ладья c8 и ладья d1 играть невозможно. Могу просто взять слона и нанести такой неожиданный тактический удар. Оказывается, что у ладьи на c8 есть вполне определенная функция. Она поддерживает черного слона на поле c2. И белые, видимо, должны как-то игнорировать эту взятие на e5 и пытаться держать эту позицию, потому что после d1 слон c2 можно просто сдаться. Черный сохраняется очень сильная атака и к тому же решающий материальный перерез после взятия ладьи. Конечно, после ладья c8 белый не обязан играть на ладья d1. Позиция еще не безнадежна, тем не менее этот ход был достаточно интересен. Вместо этого я сыграл b5. И чем-то вот этот вот прорыв b5 мне напоминает партию со уэсли со против рихарда рапорта, которая была сыграна зимой этого года в Вейконзее. Идея в том, что белым очень хочется взять на b5, поэтому прорыв ферзел они не могут. Подключаются ладья с поля b8 и белые просто проигрывают. То есть крайне логично выглядит взять опешку, но между тем это некоторая неточность. Шансы на спасение давал ход кунь c3. То есть обязан брать слона. И конечно у белых большие проблемы по черным полям. Но тем не менее найти здесь сильнейшее продолжение не так легко. А именно мне пришлось посрать ладья в тд8. Идея здесь в том, что после кунь b5 слон e5 белые не могут брать слона по причине ферз c5. они попадают под разгром на атаку. Поэтому белые должны просто стрелять ладья до 1. Позиция их выглядит довольно отручающе, но вот движок считает, что прямо какой-то запредельной беды здесь не произошло, и после к примеру слона f6 белые все еще могут держаться. ну вот аб объясним и думаю, что 99% шахматистов сыграли бы именно аб. Теперь черные уже без двух пешек, но у них сохраняется отличная динамическая компенсация, и в частности слон на c7, который до этого отчасти дремал на этой клетке, теперь получает отличный плацдарм на b6. То есть мы видим, что коль на половину партии слон на h7 был очень слабой фигурой, теперь он поддерживает монстра коня на d3. Ну и слон на b6, на c7, прошу прощения, в какой-то момент также был не скажем так, не сильнейший боевой единицы черных, но теперь он очень силен, и видите, что рентген по диагонали a7 g1 довел крайне неприятен. Так получается, что белые практически инструкционные, им нужно ходить ладья d1, иначе просто других разумных ходов нет в этой позиции. Я взял слона, король f2, видим, что слон на b6 еще увеличил свою окневую мощь, и ладья a на d8. Ну, здесь в привычаниях я написал такой комментарий, это довольно глупо, что двух ладей черным мало в этой позиции. Им хочется сохранить ладью на f8, чтобы пешка на f4 не терялась. Также им хочется поставить ладью на d8, чтобы атаковать пешку d4, а также пригвоздить белого коня к полю e2. Также им хочется поставить ладью на c8, чтобы создавать идею слон c2. К сожалению, трех ладей у черных нет, поэтому пришлось играть ладью а на d8. И все-таки наиболее важная здесь задача черных это не позволить белым завершить развитие. Позиция белых очень тяжелая, наверное, можно было попытаться спастись путем g4, но объяснимо мой соперник не пошел на позицию с королем на g3 при двух очень сильных слонах черных. Сыграл король e1, скатрубил своего слона из-под этого рентгена. Ну, перед белым остаются те же самые проблемы, непонятно, как развивать фигуры. Я решил, что у меня есть время выждать король h8 и, в принципе, это, наверное, сильнейший ход в позиции, но в дальнейшем такое вот мышление, что белые повязаны по рукам и ногам и у меня есть абсолютно бесконечный запас времени, это мышление могло сыграть со мной злую шутку. h5 минимально полезный ход, все равно белые никак не могут раскрутить свои фигуры. Я начал показывать более сильное давление на пункт d4, а где-то 2? Конечно, в ряду 2 вряд ли мой соперник делал этот ход с легким сердцем, но беда в том, что просто нет других ходов, то есть белые очень хотели бы как-то раскрутить своего слона и коня, но слабость пешки d4 не позволяет это сделать. Ну, это как раз та ситуация, о которой я говорю. Последними своими вялыми ходами мой соперник усыпил бдительность черных. Я решил, что совершенно не обязательно сразу выигрывать, можно максимально усилить собственную позицию, но вот оказалось, что это был наиболее подходящий момент, чтобы сразу выиграть партию. Этот выигрыш достигался путем d7. После d7 черные нападают на v5 создают идею ладья c8 и кажется, что белые здесь обречены. Я, конечно, смущал ход кунь f4. На самом деле наступил тот момент, когда можно просто менять эту пешку f4. Да, белые здесь имеют возможность как-то завершить развитие, но более тщательный анализ показывает, что именно то, что черные слоны здесь полностью уже вырываются на свободу, это ключевой фактор позиции, белые здесь просто проигрывают. То есть оценка движка примерно минус 3 или минус 4. А решил, что нет нужды спешить, сыграл слон f5, видите, заранее защитил пешку на e6. И, в принципе, для большинства сценариев этот ход был бы хорош, но мой соперник почувствовал, что это его шанс попытаться наладить сопротивление и сделал, ответил g4. Это действительно сильный ход, после которого я несколько занервничал. Но брать на g3 необходимо. Конечно, белые не могут брать в ответ, пункт d4 по-прежнему трещит. Но сыграл слон g2. И здесь я понял, что позиция не такая очевидная, потому что белые готовы сыграть f4 и сбить мою ладью с поля d5. А как мне конкретно сразу пробиваться, не совсем понятно. тем не менее, способ был, конечно, учитывая то, что в этот момент у обоих соперников уже был серьезный цитнот, найти этот способ было нелегко. Тем не менее, опять-таки, вы можете поставить видео на паузу и попытаться здесь найти прямой лобовой выигрыш за черных. Он довольно красивый. Ну и правильный ход это ферзь a7. Конечно, ход напрашивается, черные создают еще один удар на поле d4. И, конечно, я этот ход смотрел, но вот в одном из вариантов я не досчитал. Дочтение даже не то, что не досчитал, а просто не рассматривал очень важный ход кандидат. Самое сильное, ну, самое логичное продолжение за белых это f4. И здесь черные побеждают после сломби d4. Приходится брать ладью, и вот здесь мне казалось, что у черных нет возможности как-то сразу пробить белых, но она была. Это слон e3. Видим, что белый слон на d5 связан, потому что висит на d2. Но в то же время черные просто хотят взять ладью, потом взять ладью на d5 по белой. Поэтому кажется, что ход ладья d1 единственный. Ну и здесь такой вот завершающий штрих, очень красивый, это ход g2. После чего белые могут задаваться. Да, у них на секунду, ну, точнее, на достаточно долгий период времени уже лишняя ладья, но это не имеет никакого значения, потому что пешка g2 отнимает у белого короля поле f1, то есть теперь уже грозит слон f2 в шаг, ну и, конечно, брать на g2 нельзя по причине матов в шагу. То есть это, наверное, был бы закономерный итог партии, и в этом случае ее эстетическая ценность была бы повыше, но, к сожалению, вместо этого сыграл ферз d7. Это вторая линия компьютера, черный, скорее всего, сохраняет здесь решающий перерез, но, конечно, ход намного слабее, чем ферз a7. Поставила f4, кажется, что черная ладья на d5 потерялась, но я имел ввиду вот такую тактическую идею ладья c5, ферзь a4, ладья b5. Да, ладья отвлеклась с поля d5, теперь она не давит на пункт d4, но белым по-прежнему не так легко здесь раскрутиться, потому что обратите внимание, что на доске уже материальное радостное, черная сохраняет двух сильных слонов, а ход кун g3 невозможен по причине примитивной тактики ладья b5, теряется ферзь. Здесь мой соперник нашел еще довольно, на самом деле впечатляюще, учитывая, что мне оставалось меньше минуты до 7 ходов до контроля, что здесь мой соперник терял много сильных ходов под рот, он сыграл слон f3, и оказалось, что не так легко пробить эту позицию за... не так легко найти следующий ход за меня, не так легко позицию белых окончательно пробить. Компьютер указывает здесь абсолютно восхитительную тактическую идею, одна вообще из самых красивых геометрических геометрических последователей, геометрических вот именно идей за черных, что я вообще видел в своей жизни, ну и конечно это совершенно невозможно найти для человека в условиях реальной партии. Тем не менее вы можете попытать свое счастье, опять-таки поставить видео на паузу, выделить себе как минимум 20 минут и попытаться здесь найти выигрыш за черных он был. И этот выигрыш начинался с хода слон c5. Ход слон c5 я конечно рассматривал, хотя и не очень серьезно. В принципе он полезен при случае черных, который пойти слон b4. на самом деле слон b4 серьезная образа уже сейчас, потому что если представить, что в этой позиции ход черных, они играют слон b4, после конца c3 оказывается, что можно просто взять коня, сыграть ладья b1 и выиграть ферзя. Или после слон b4 и конца c3 можно взять на c3 и после этого сыграть ладья e5, тоже выигрывая ферзя. Но проблема в том, что после слон c5 ход белых. Они могут напасть на ладьона b5 сразу, здесь кажется, что никакие тактические возможности не проходят. На самом деле выигрыш был и он, да, он производит большое эстетическое впечатление. Если убрать ладью куда-то на b8, белые могут просто взять на d7 и после этого взять слона. Поэтому критически важно убрать ладью на b7. То есть в предыдущем ходу на черные подставили слона под бой, в ответ белые его не взяли и контратаковали ладью, а теперь черные казалось бы спасают свою ладью из-под боя, но при этом подставляют ее под другую фигуру и к тому же еще подставляют размен ферзей. Все это время слон на c5 продолжает висеть. Тем не менее, вот конкретные обстоятельства здесь таканы, что белые просто проигрывают. Брать слона нельзя по причине ферзь b2, брать слона нельзя по причине по той причине, что пешка на житре остается в живых, слон по-прежнему не прикосновенен, ну и черные здесь да, разменяя на ферзи, но черные легко прорываются все равно. То есть критический, конечно, ход слон c6, после этого еще одно такое тихое, но очень сильное возражение ферзь c7. Теперь на dc черные побеждают после ладья d2 ладья бьет b2, ну а после слон b7 ферзь b7 опять-таки это не очевидно на первый взгляд, но черные здесь тоже выигрывают, потому что да, у них не хватает качества, но следующим ходом их ферзь прорывается на пункт f3, или черные могут сначала убрать слона b4, потом прорываться ферзь, в общем, так или иначе белый король здесь слишком слаб, и белые проигрывают, но, повторюсь, такую идею нужно, ей просто нужно любоваться, и, конечно, вряд ли можно в сервере здесь полагать, что человеку даже намного более сильного шахматисту, чем мне, под силу в цепноте найти такую идею. Конечно, когда играл ладья бьет b5, я имел в виду, что я создаю угрозу ладья b2, и ладья b2 было сыграно в партии, и оказалось, что мой соперник в этот момент считал, что его позиция почти проиграна, но на самом деле это не так. то есть белые обязаны будет брать d7, конечно, и после ладья b1, ладья d1, ладья d1, король d1, ладья d7, мне кажется, что позиция белых, несмотря на размен ферди, абсолютно проиграна. Следующим ходом потеряется на d4, конь g3 невозможно по причине ладья d4, ладья f4, вроде бы надо задаваться, на самом деле есть очень сильный ход d5. После чего, видимо, объективно, позиция черных выиграна, хотя даже спустя полгода после окончания этой партии я не уверен в этом на 100%, но за доской мне было бы крайне тяжело доказать, что черные здесь побеждают. У них есть два пути, оба из которых не очевидны. Первый это сыграть слон f2. Конечно, ход слон f2 я рассматривал в серверс, и весьма вероятно, что именно слон f2 я и сыграл бы. Но ответ белые могут пойти d6 и образовать очень мощную защищенную проходную. То есть без помощи компьютера понять, что черные здесь могут просто сделать такой довольно медленный ход ладья d8 с идеей получить доступ к вертикали b понять очень непросто. Но на самом деле после короля d2 ладья b8 у черных большой перерез. И вторая возможность, которая более безопасна, но может быть шансы на выигрыш в этом случае поменьше. Это взять на d5 конь g3 Да, у черных отличная пешка. Да, у них два слона. Но вот конкретные обстоятельства, в частности то, что король h8 расположен так неудачно, здесь не позволяют говорить о гарантированном выигрыше черных. И даже следующий ход найти непросто. Это опять-таки компьютерные нюансы. Но вот сильнее всего браслона h7. Да, казалось бы, белые могут сыграть e6, f5, но вот оказывается, что несмотря на все это, поле h7 для черного слона самое лучшее, потому что, по крайней мере, в отличие от поля d3, он не попадает под темпы. И черные сохраняют здесь перевес. Тем не менее, победа была бы еще далеко не обеспечена. В партии мой соперник запаниковал. Ну, надо признать, что ему последние 15 ходов, даже 20 ходов пришлось вести очень трудную оборону. Он сыграл фон c6, но оказалось, что после промежуточного хода ладья b1 белые просто проигрывают. Я даже не уверен на 100%, что мой соперник зевнул. Может быть, он зевнул ладья b1 шаг в промежуток, хотя в это верится с трудом. Более вероятно, что он зевнул, что после ладья d7 король d7 ладья b1 ладья d1 взяли-взяли. Кажется, что нет решающего удара, но вот после ферзи 7 оказалось, что черные добираются до пункта d4 и выигрывают партию. Ну, идея d5 по аналогии с предыдущим вариантом здесь не работает, потому что все еще жива пешка на g3, она может пойти вперед. Белые несут решающие материальные потери. Ну, довольно забавный момент, что на доске почти полное материальное равенство, но компьютерные программы здесь дают оценку почти минус 13. Ну, в общем, довольно интересная партия. Обеда черных, которая, в принципе, иллюстрирует некоторые динамические идеи, которые они получают вот в варианте с девятым ходом белых h4, конечно, в ней были неточности, но тем не менее анализ этой партии доставил мне довольно большое удовольствие. Надеюсь, что партия понравилась и вам. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok